привет всем стратегическим же ужиком вы слушаете алексея халецкого смотрите сид мэр civilization 5 на канале лёша играет это продолжение ретро фа сериала которому четыре с половиной года на который я не выкладывал мне пылился на жестком диске где-то полуфинал какого-то турнира вообще я играю за карфаген спонсоры канала всей серии видят сразу там договор да выполнился обследования небывалый подъем спонсоры всей серии видят сразу факты сообщества спасибо им за поддержку кстати ну а если вы на эту серию попали случайно и не видели первую серию тут перейдите к ней ссылка есть в описании к этому видео ну вот я опнулся в конце прошлой серии в линкоры батлшипы теперь плаваю собираю дань тут построил подвод подлодку о еще даже с флоренцы сразу можно собрать что там 209 сколько давала когда этими плавал но тут дань зависит на самом деле от эпохи они от юнитов которыми подплывать то есть в каждой следующей эпохе все больше и больше дают но 290 не так уж и много честно говоря с другой стороны меня тут как минимум четыре города это уже 1000 почти 1200 потом еще можно будет сплавать я думаю что линкорами просто буду плавать по карте собирать деньги по моему замечательный план ну и в общем так и хотел и сижу развивать все остальное тут строю все еще считаю что фигово ну тут не дает просто потому что нету слишком рядом да к этим тут даже можно разделить я могу линкоры разделить пополам что день тут не надо всеми прямо плавать мне так кажется плохо занимаюсь микро менеджментом городов счастья нужно 23 штуки собрать откуда же быть свои приколы приколюхи от бегу на честно реально откуда но он мог спрятал собирал сундук вложил все игру там может быть у него верования которые дают а или геликорнатский мавзолей например когда ты используешь великого человека то он тесто золото дает на этой скорости 67 золота по моему или или он не скелется поскольку я уже забыл часто говоря но вот как вариант за великих людей за использование великих людей геликорнатский мавзолей в пятерке дает 100 мой помню не скелес помню 100 монет я и рабочий на моей территории отчет им собрался делать помочь братских народов видишь вот и пятилетний план я смотрю принят сразу с производством так как весело стало сейчас золотой век просто да да я понял смотри на медь мы допустим под силами ну то есть ты хочешь сказать тебя без золотого века сразу в полтора раза меньше станет да меньше 400 точно будет ну вот вы сейчас видели по демографии везде на третьем месте на первом месте уже египет стал но на втором естественно сиам естественно просто городов больше ну и идет уже очень долгая война сиама с голландии он видимо его когда-нибудь да заберет но тут нет никаких штрафов за долгие войны вот и атомная эра ну чё рассказывай где уран а кто вышел голландец не она скорее всего в самолеты вышел они в уран кто вышел ну сириус а это египет вышел мне тоже как хотя не мне кажется он должен тоже в самолет не запечу думаю что в уран он вышел и я тут опять же нету не помню точно правило турнира но вполне возможно что тут нельзя атомные бомбы строить можно только термоядерные то есть тут не так быстро начнется ядерная война как обычно бывает поэтому не так важно в атомы выходе молчание такое что-то он там нашел видимо где-то уранчик такой неплохой есть так субмарины строю все нормально тут засвечиваю просто чтоб варвары не появлялись я первые парни стал до цветет взрывать поможет секунд 15 просто карту рассматриваю зачем вместо того чтобы юнитами походить так он там фивы эти вот минус 30 фивах это явно он использует самолеты и они получают урон то есть он вильнюс продолжает обстреливать ну то есть прокачивает самолеты соответственно интересно мне кажется вот для малаки вот это хотя раз два три 4 5 но тут не все корабли в радиус попадают чтобы требовать дань мне кажется сейчас малака не должна почему козилу хочет денег что как раз ему дали караванчик я в козил отправил интересно почему там по моему по моему в пятой цели нет таких квестов от города государства чтобы отправить к ним караван просто отправляю в города государства на деньги что у меня денег мало не по я все еще считаешь у меня до города от отъедать было мои но серьезно скажи где уран что ты секрет информация за голду ответить на твои вопросы я к тебе караван пущу я уже опустил да рассказывая аре он тебе пустил караван что-то я даже не проверил даст на малака дань или нет ну что вы сейчас занимаюсь целую минуту грубо говорят сижу рассматриваю карту разговариваю с другими игроками так есть подлодка ну в карфагене все строй опять же повторю потому что там сразу три пром промоушена всем юнитом то есть три прокачки благодаря бранденбург у и построенный музыкальный шедевр и построенным всем зданием на увеличение силы юнитов но я бы здесь катя арсенал тех ну вообще нет карфагене надо юниты строить и мне кажется уже пора бы и самолайндер и я украл доландец у кого-то украл скорее не упала комка практически на столе на 80 переключил на еду нет поступало к зато и пара твоя очередь про золотой век век заливать следующий ход закончится смотри так вот если когда у меня золотой век ну понятно что через счастье через очки золотого века вот 550 тысяч из 1405 он вряд ли накопится а вот художник великий может появиться великие художники запускают золотой век великие писатели дают культуру ну то есть их сразу использовать за последние шесть ходов великие художники запускают золотой век а великие музыканты дают туризм если их сразу использовать на территории соперника но если вы не играете через поведу туризм то конечно их лучше в шедевры сажать и все все эти писатели художники и музыканты могут шедевры давать естественно своего типа это во многом кстати похоже как в шестой циви но что циви их намного намного больше шедевров дается и в шестой циви кстати проще победить таки туризмом несмотря ни на что чем в 5 5 это там конечно в 5 туризм иногда он знаете использовался что-то типа как лояльность в 6 но чтобы туризмом к себе города переманивать там реально очень много туризма должно было быть будто у того у той цивилизации у которой переманивали города очень много должно быть несчастья то есть очень такие страны опять же 6 циви намного проще лояльностью переманить города это такая рабочая механика в отличие от 5 но это возможно было возможно даже где-то есть по-моему записи игр где получалось ну там просто жопу соперника было я общил молоки не проверяю что можно виду то есть по идее конечно город государства должен показывать что он дает даем таким тогда оранжевым кем становится но это не всегда бывает из-за стоило молоку проверить на дань так мельница производства прилично добавляет помберы уже начал строить 1 продать для юнита морские гезы продай гэшкам где египту без пробега почти где египту и обещал не строить но купить можно я те сразу войну ну и сразу как боролка кончится гурландский корабль под парусами египта так нафига мне его эпоха прошла у лёш там везде подлодки плавают вообще без шансов ему проплыть не ну и я вижу конечно тут сам в лидеров вы поймете вот египет вырывается вперед только за счет ну в порядке очень хорошие вот эти диалоги пятилетний план и по моему рабочий институт как так называет пятилетний план дает очень много производства от холмов а вторая дает науку плюс 25 процентов науки во всех городах где построены фабрики они скорее всего везде будут построены за счет этого конечно человек который взял порядок будет вырываться по науке вперед посреди с тем кто взял автократию но воевать че-то казаки прибежали я думал ты уже ушел но воевать с автократом тяжело и больше не вернешься морально даже если опережать как-то по по развитию потому что нужно придать не это верит себя у автократ намного больше стоять и подливаясь ресурсов будет ну и юниты сильнее так пенициллин пошел еще один караван она и только что его открыл вроде как день за кстати почему я отправляю в города государству с ну как бы деньги я просто считаю что вот сейчас смотря эту игру может у меня поправить в комментариях что мне надо было свои вторые города таки отращивать нужно это договор об исследованиях только за ваши деньги как за ваши деньги у тебя фасорка мне это много сейчас не даст мне лишь бы ему поднасрать ну то что же много не вызовешь да как не выжил долгий что будет не дофига если ты еще первый парал с хвостиком найдешь я заключу с того я хотя давай вот так то есть половину процентов я спонсирую да ладно я сейчас консировал прошлый раз полностью у нас не хватит иначе а а блин у нас и так не хватит по моему сколько 260 надо но у меня есть следующий выход нужно мне еще я малаку тогда так и не проверяю может я просто не хочу ее с нее дай брать и меня какая-то план ее засоюзить чтобы счастье но у меня счастья много не знаю я малаку так и не проверял дает она дань или нет или или я уже брал дань и и думаю что в ближайшее время она мне вряд ли будет давать что-либо слушай ара ты ну че у яс что ли с голландцем не пойму че-то как-то долго совсем я ему здесь уже наверное до ядерки ничего не сделаю тут стоит 15 красок ты прям планируешь вот ядерку на него кидать да потому что прям вот так жестко сейчас скажу блин раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двенадцать они охраняют проход в одну клетку мощно еще есть пушки и гатлинг ну и опять еще раз повторюсь с прошлыми сериями я не вижу у меня тут плана собственно на игру потому что и вот если я взял автократию то очевидно с кем-то воевать надо а тут что с египтом что сиамом вот если нападать на них очень неудобно в моем расположении поэтому я не знаю что тут вот что что я планирую делать через автократию ну и и без золотого века с насколько ты сиам отстаешь от египта то есть неплохо пятилетний план у себя мы 330 производства до пятилетний план неплохо так смотрим где у нас уран мечу ингурара поздравляю тебя 8 урана около текали прям конкретно оба при оба оба месторождения рядом стекали а у меня есть уран ну я не вижу твою территорию полностью поэтому не могу сказать то что я вижу там я увидел но около амстердама не плавал амстердама нету артердама вообще не вижу также я не знаю что у sirius уже тоже не полностью вижу учетом силе я только я рассказываю где уран у меня есть уран скажите я готов если весь ран кому-то дать чтобы его скинули на сиам какой выгодный предложен готов все игру давать почти его пока он не прекратит это баловство так вы скажешь ну окей ладно я буду дальше я в космос подлечу а ты не знаю указал то что по науке лучше да решил не можешь сказать один город эти бюджета четыре лонов нормально в голландцу отправить воровать у него но мне надо очевидно я буду строить поселенцы чтобы ставить город на уран в моих границах между но в принципе два ресурса урана есть как это с двумя городами у тебя может быть получше 4 не ну ты думай конечно я меня тоже не против чтобы он так думал даже чистая математика просто вы прям любите ножом в сердце и повертеть еще автократы я бы другим словом вас называл котики да все эти маленькие города 13 14 15 гады скрыт новый карфаген 8 этот чё там дождь я с ураном много а ты чё все прослушал что я говорил нам начали там ну извини что ты ушел не буду специально ты попроси зрителей на стриме я думаю те повторят ну я вижу а видишь ты мой интерес да тоже интересно вижу ли я твой уран загадка загадок да интересно мой уран он имеет в виду сам где все-таки город не стоит да ну кстати он еще вполне может пойти ставить поселенца туда ну мы только в твоем показ египтом видим где уран находится да уже давно вообще не да ну серьезно но нет ну нет это кто это мою пушку убил мне кажется над рациональность давным-давно был там плюс 17 процентов то есть пойду что тут наука не поведу я начну сейчас очень сильно отставать от египта по науке сиан там выглядит как застрявший в голландии так стоп мы сейчас голосуем за хаста или за победителя в дипломатии чуть сейчас затупил за хаста принимающую сторону принимающую то есть это не победа по не победа по дипломатии нет 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 голландца блин последнего 7 я за сиан эти 1 2 и 3 авторемонт надо всегда брать 3 прокачка из для самолетов то есть они автоматически чинятся после каждой атаки это вообще самое крутое самолетные прокачки нету вильнуса нету урана да он вильнюс так захватил но он морской но он как бы он там только если под лодки может строить ему больше ничего не надо ну у меня очень большие сомнения что он может с моими сейчас уже на данный момент своими подводными лодками справиться я вот реально про я усарю вот эту партию я не по почему египет конкретно вот как бы против меня старается все делать то есть тонн почему-то считает что я главная угроза в этой игре они сиам который всех захватывает поражает для этого даже города на голосуем принимающую сторону голландец надеюсь ты это дарить привел я готов или ты просто плавали кого хочешь голландец это кругосветное путешествие я не хочу чтобы тут плавал тут прячешь слушай голландец вот ты какой-то блин странный нот почему в течение всей игры какие-то идут обманки вот это вот зачем это все делать в очередной раз вынуждаешь пойти помочь ареста вы разобраться ну что это за хрень такая хочешь я плыву я думаю я думал открытые границы для того чтоб ты мне подарил этот корабль верстнуть и не нужен то есть ты считаешь эти две открытые границы чтоб ты плавал все летут смотрел зачем-то значит это что-то такое прячешь что-то опять дуровали половину что это блин вот ты такое ощущение что ты думаешь с кем-то навязали общаешься мне каждый раз вот это когда вот начинают такое что ты тут прячешь конечно я тут все прячу но это блин обычное дело когда люди мне нравится что в границах государства плавают и смотрят зачем ты должна быть какая-то причина если бы ты там пройти куда-то хотел что-то делали а то ты просто взял открытые границы и плаваешь смотришь для чего то есть ничего мне не дал до этого целую игру ныл по поводу того что зачем тебе посольство при том что я тебя послушал не просто так просил эти там те что-то давал еще за это там и прочее прочее я чё-то по-моему перепутал но я по-моему не ныл то что если я не даю посольство это ты по-моему ныл то что я его тебе не даю я обижался хорошо я ныл я ныл и обижался а ты меня все спрашивал зачем тебе посольство я уже все отдал твою лодку все забудь хорош мне аннотации читать вот работает ну я как бы с собой с собой тем четырехлетней давности согласен то есть человек просто попросил открытые границы очевидно даются открытого то пройти ему надо или вот он горел своему корабль не нужен и вместо этого начинает исследовать мою территорию и потом будет сообщать всем что он увидел ну это а эту кто построил как его биг бэн то есть ара у тебя там по дешевке юниты покупаются ну я думаю если ты захочешь купить ядерную ракету я думаю ты же принял там еще снятие ну типа минус 33 на покупку юнитов ну то есть биг бэн аналогично сторону карфагена так что ты можешь скидать если я не смогу а куда ему на этот на новый карфагенский бахнишь город поставишь чем проблема ну это ладно такие у тебя чеченица на море все нормально у тебя скинешь ты куда надо я знаю на кого надо сука могу на это оранжевый пятноски на петрах да не ну голландец тут не игрок я не понимаю зачем тратить деньги на скидывание самое дело честь это так это тогда без меня ссори нет я не буду я пойму все big band чудо она дает снижение на покупку а я вот не помню вообще на покупку в городах всего и изданий и юнитов или чисто на юниты покупку ну и плюс еще в автократии есть такая идеология который еще на 33 процента снижает стоимость поэтому за автократию если построен big band можно довольно дешево покупать юниты более того ядерные ракеты в 5 циве они их можно купить они они не проекты как в 6 6 6 может только построить в 5 их можно еще и купить и получается вот для него по-моему где-то что-то в районе я я уже забыл цифры помню что-то в районе 750 монет или 900 монет где-то так будет стоить ядерка что в принципе вполне чего стреляешь это блин я чё-то не заметил кто сейчас в атомную аэру вышел кто-то сжёг кучу на еще фигня по-моему неправильно и типа ну не знаю но это не баг конечно но меня всегда это поражало то что мне достаточно построить на одной клетке железную дорогу и у меня во всех городах сразу типа работает эта штука да ну просто гавани ну это же неправильно я считаю что это должно работать только если город на другом континенте а почему он на моем континенте работает ну согласитесь это как-то это я говорю про связывание городов железными дорогами тот город который связан железной дорогой со столицей получает плюс 25 процентов к производству но в моем случае ведь у меня ни один город даже просто дорогой не связан потому что у меня есть гавани гавани как бы заменяют дороги для морских городов но получается что параллельно я как бы построил одну железную дорогу и эти же города начинают считаться связанными и железными дорогами хотя они находятся на одном континенте по-хорошему стоило бы тут проводить железные дороги именно на моей территории я вот это говорит ну я тоже считаю вот я считаю что это недоработка это не неправильно то есть не должны города считаться связанными железными дорогами только если у них есть гавани их надо реально связывать железными дорогами и вот это правило должно считаться только при условии что города на разных континентах находятся на другом острове да то есть там ты просто физически не можешь железной дорогой связать там можно же ты строишь железную дорогу и считается что он связан что у него есть резина дорога и он связан ею чтоб какой-то баланс был кучок козил даст мне день у и уже 2000 накопил практически зашибись уже 300 минус 57 ну по идее было бы интересно конечно посреди вот каждый корабль сколько добавляет вот я два корабля подвел 57 неужели казино но смотрите у него уже четыре самых крутых знаете у меня помни даст до минус 20 блин откуда у козилу кто-то надавил юников понимаете у него уже это я забыл как им засть но это последний апгрейд стреляющих юнитов но все это заслон прибежал это с моего зоопарка что ли убежал тебе приходится апгрейд а может я может я там уже не на первом месте по силе армии то есть 5 если ты на первом месте по силе армии это еще больше пугает города государства то есть вы должны быть еще и на первом месте чтобы дань собирать ну-ка посмотрим ну я не буду проверять просто апнул в броненосцы все кстати в 5 цели броненосцы по прибрежным клеткам в два раза быстрее бегают то есть у них по моему так ну вот если не брать внимание там великий маяк не брать внимание великий маяк и мореплавание по-моему на четыре клетки они ходят соответственно на прибрежных клетках они на 8 клеток могут плавать здесь вообще вот в 5 цели кстати рукопашные ну как-то морские юниты ближнего боя мне больше нравится потому что их есть определенные особенности вот каравелла может отпрыгнуть при атаке на нее броненосец в два раза дальше бегает а в 6 это просто ну просто юниты вот они с такой силой все вот эти видно что я реально распыляюсь археологов делаю что-то вот во все какие-то сферы вот во все бросаюсь везде делаю как бы пытаюсь и в науку и в юнит и в археологов нету сконцентрироваться на какой-то одной цели поэтому и вот ощущение шли как-то странно играю он у египта уже семь самолетов как минимум катя тоже очевидно баг игра почему мне видно его самолеты в тех городах которые мне не видны вот странно да получил так слегу блин ну реально что-то вы там долго привел тут мне генерала всяких аромы все-таки мир там нет на самом деле на были т2 генералом вот по уже очень давно какие эти два точно захотел туда баранку за мою на ли не знаю только как-то ты совсем так я не ожидал что здесь все так плохо плюс мы там помогли кто мне дал денег на воу манхэттен ё-моё чё делать мне дали денег там serious не дал сколько он не дал два раза полом по 100 там чуть больше 100 с мелочи сколько него было эти отдал все последние то что не было будет или до нуля обдирал но я тебе помогал спасибо конечно другие деньги этой ну не знаю я усилился урана не вижу видимо так попугать решил или нет где он конечно мог построить манхэттен этим же ходом закончить шахту и сразу во всех городах а стоп так ядерная ракета что не открыто а ну да так он может отложить это все дело ладно посмотрим позже до ядерная ракета позже открывается опять же я не помню какие тут правила возможно можно сразу пьют вот так вот атомная бомба начались а потом ядерная ракета более крутая так вот я не знаю как в этом турнире запрещены ли атомные бомбы и можно только ядерные ракеты использовать или нет мы даже авианосцы строю две штуки ну вообще правильно знаете то есть я не знаю опять же на кого я думаю их использовать но вот против сиам авианосцы вообще будет кайфово идти просто потому что у него нету морских городов на этом море и соответственно он не может никак добраться до моих этих авианосцев если чё а у меня там самолеты будут и самолеты будут именно с авианосцев работать по их городам по его городам и даже же будут мои города захватывать я его буду обстреливать и он не может никак мои эти самолеты уничтожить но вроде ни у одной ггшки урана нету то есть как-то за ггшки по этому поводу воевать не придется так а почему поселенцы до сих пор не строю интересно то есть мне туда не надо ставить город что ли мне не нужен уран 63 нефти офигеть 63 нефти это просто я просто нефтистный магнат ара ассириус с тобой торгует сок он все караванов пускает лишь договор об исследованиях не хочешь нет почему я не думаю что в это время когда не надо воевать надо тут держать в таком напряжении друг друга это не оборонка даже и что то есть потратить деньги просто так получить с этого или ты считаешь то что я за 20 сколько там ходов я не уверен что мы в ближайше в то время пока будет научный город что мы с тобой не будем воевать какой-то агрессора нету мирно развиваться в конце игры со всеми договора защитные заключаешь что это за стиль такой конец игры же уже тут по-любому надо что-то делать будет ну да как бы уже тут поздно мне кажется ну естественно египет взявший порядок он хочет улететь ему не выгодно воевать с автократами что со мной что с сямом это это тяжелая фигня с автократами воевать поэтому он хочет защитные договора ну я сижу просто я опять же повторю я вот вижу как я играю что делаю мне очевидно я просто очевидно из не понимаю что мне делать в этой ситуации потому что что нападать на египет что нападать на сям одинаково неудобно и я я опять повторю я считаю что я совершил ошибку взяв автократию было как-то на развитие опять же либо порядок либо свободу я сейчас затрудняюсь сказать с тем что лучше ну что и софине но у софии похуже армия чем у козил я думаю софия должна все-таки блин прикиньте не дает тоже минус 20 ну офигеть короче апнул в баттлшипы и не могу собрать но мне кажется это потому что моя армия не считается первой в мире что ну судя потому что хочу в экологию пойти наверное все таки они в атомное оружие потрачено то видимо все таки первая вот ну атомная бомба запрещена в турнире можно только ядерные ракеты хотя если если не запрещено почему иду в экологию а не в атомные бомбы то есть тут очевидно надо быстрее ставить город чтобы уран был там клетки обрабатывать с ураном и чего-то делать а я какие-то не знаю ну с третьей стороны а как вот например египту мне ядерку привозить блин у египта 25 счастье у голландца 23 счастье так вам пофигу что будет автократия принята ну я как вы понимаете блокирую элефантину для того чтобы если он сделает подводную лодку чтобы сразу ее перехватить то есть зона контроля от моей подводной лодки не даст ему выплать а если он убьет мою подводную лодку самолетами то тут еще есть другие корабли которые будут это контролировать ну и плюс еще вильнюс надо сверху тоже проверять не знаю как зачем я кавалерию тут подвожу калифантине наверное это может я карагуси потом поплыву этими кавалеристами но уже сотни производства отставания от египта правда у него армии особо нету как я вижу в принципе на самолеты только надеется но автократию конечно проталкиваем автократию во-первых нам счастье даст во вторых несчастье нашим соперникам то есть конечно было бы фигово если пройдет если пройдет мировая выставка потому что там от производства зависит и мировую выставку вполне египет может очень неплохо провести в новом карфагене и ну да кидали надо газ он ставить а что там он ядерку всякие бомберы ну у голландцев там уже много бомберов в принципе не знаю что то сиам реально застрял а или это или это сиамский наоборот бомберы там сверху от мира сиамские все оплыв кавалерия на меня типа надо на первое место я типа на третьем месте посели армии но от первого места буквально 10000 отставание это очень немного реально не очень не очень понимаю что мне строить но проверь какая сила армии проверь может ужасы можно да и взять вообще в принципе все корабли в радиусе шести клеток находится не думаю что они отдают уже 305 эти увеличиваются скажем ходом все больше и больше предложение глянь чем можно было бы этих варваров немножко поубивать как бы юниты по прокачивать слегка интересно сколько там очков флотоводца не хватает чтобы получить флотоводца он тебе тоже научный этот я предлагает я с ним не не подписал тоже думаю поздновато а суши ара извините отвлеку ты проголосовал в этом я тебя ждал как но я просто хочу видимо провести автократию и не провести игры но так отдавай все голоса за автократию я добавлю ничего будет я отменю игры я надеюсь на все кинул голландец все кинул против против чего ну против я уже не помню что там был я же не голосовать имею было уже голосование раз сейчас голосование идет а у меня просто что-то я видать закрыл пароль кнопара слушаешь 40 секунд осталось ты проголосовал вообще надо было бы голландцы уговорить против мне кажется не заметил даже то есть голландцу конечно это это невыгодно но так я 5 влил мне как-то тут уже 17 до автократия не автократии мне кажется сейчас игры пройдут все равно я уверен что египет сейчас будет полностью за игры голоса что автократия по-любому за любого суд проходит это важнее провести автократию чем не дать игры провести да видите все прошло египет все вбросил за это я так и знал ну что поделать лучше уж провести автократию чем так артефакт нашли две культуры два туризма приндачу четыре ниша имели раз ком-то торговля закончилась со четыре несчастья но кстати у людей теперь у которых порядок и свобода то есть у голландии и египта есть возможность на самом деле перепринять автократию они конечно меньше получат там идеологии но при давлении другой идеологии у вас всегда есть шанс принять другую триплан вообще бомбер перехватывает вообще не очень хорошо перехватывает в принципе перехватывает с возможностью 50 на 50 до первые трипланы то есть первые истребители в 5 цели очень тяжело перехватывают да так и есть тесно когда у нас заканчивается блин я бы очень хотел с кем у меня защитные пакты к увидите минус 13 египту дает и минус 7 голландии вот то что мы автократию протащили хотя они все равно в плюсе пока по счастью но минус 13 извините это это нормальный такой минус по счастью фигасе вы все информационную эру ломанули саттеллиты что ли 6 нет в телекоммуникации кто-то вышел в атомную подводную лодку нифига себе сириус вышел в бомбоубежище меч это кажется сириус у тебя нет урана что-то мне подсказывает проверим в конце игры если мне поешь я но это в любом случае хороший выход мне кажется в бомбоубежище в данном случае пока непонятно когда будут вообще какие-то нападения и взять бомбоубежище бомбоубежище сейчас уже строить бомбоубежище позволяют терять намного меньше жителей когда тебя ядерками обстреливают тут вообще полностью перехватить ядерку невозможно в отличие от шестой шестерки все-таки можно ядерки перехватывать в пятерки вообще невозможно никак перехватить ядерку и вообще как-то от нее же защититься но зато уменьшить потери вот можно с помощью бомбоубежище кроме того здесь ядерки не снимают полностью защиту города надо хотя бы две ядерки чтобы полностью снять а в шестерке вы кидаете и все все всей защиты нету приходи забирай город и еще можно сразу не что утверждай и взял рабочего убил боже они там реально сколько сколько ходов они вообще воюют там я думаю ну зря сам так долго они воюют мы с египтом сидим развиваемся занимаемся всяким микроменеджментом циркус максимум смогу шо я во всех городах уже арены построил ничего себе так но поселенцы то поселенцы почему не строю а да кстати надо бы да действительно надо бы эти проводить везде выставку ну там в зависимости от того сколько вы производства в кинете будут всякие бонусы к сожалению не могу сейчас сказать конкретно там еще раз это разные ну в данном случае это всемирная выставка там еще есть олимпийские игры можно проводить там зависимости от того что вы проводите разные бонусы но как минимум социальную политику точно дадут интересно было бы если я еще открыл показать вообще где у нас артефакты находятся что ты рано лишь плывешь норм еще семьи 8 ходов там и чё ты уже а я вот сейчас нападу а потом пиши в черный список халецкий нарушает про забаньте я кстати не думаю что прям хочу нападать ну то есть да что вот я могу только лифантину взять у египта по-хорошему а дальше у меня нету даже наземных юнитов серьезных нет давайте да в термо это не термо это просто ядерка в 5 атомка и ядерка блин а в шестерке почему-то ядерка и термоядерка блин нифига ты единбург уже в 29 отожрал то есть у кельт там очень много ферм да нету сириуса урана у кельт хороший город был у меня даст я скину я же сам охлажденный предложение господа арте да чтоб ты на него скинул ну зачем мне на арте скинуть не арте на меня хочет напасть я просто не очень понимаю как ты собираешься на меня скидать расскажи я готов заплатить тому кто на русский суши сари бегу такая короче тема ты платишь сириусу сириус берет у ары уран и скидывает на него как тебе такая по моему офигенная рада сириус уран ну то почему он не даст сириус скажешь он на меня кинет что-то мне мало верится в такое да не норм тема я спецтал куплю этого торговца который понимает эти деньги что-то купил я зеркал решил идти на мы по очереди говорите пожалуйста город ты решил на меня войну эти значит я могу спокойно строить юниту ну почему ты можешь спокойно строить юниту я ж на тебя не напал еще нужно дать нападение я уже вижу кавалеристов плывущих а то что они плывут там дань собирать я вижу кавалеристов значит все хватает более чем конечно еще 8 ходов но тем не менее начну пожалуй строить смысле то есть он начинает корабли строить ну так вот с тобой договариваться отлично ну ты обещал мне этот город сносить не будешь ты идешь на меня с войной я его и не снес вроде как ну то есть ты строишь юниты не слушай ну серьезно ты такой странный вот ты сейчас нарушаешь договоренность что-то предполагает вперед да не пожалуйста я что спорю а потом удивляешься что с тобой не хочешь не хочется договариваться мир с тобой заключать да делай что хочешь конечно класс чувак просто все я могу строить я тебе просто объясняю потом вот на будущие игры и так далее я не знаю что ты должен делать но ты договорил и сделал договоренность у тебя была мы с тобой мы с тобой об этом договорились ты сейчас чудо все чё-то короче ну удобно да то есть вот ему надо строить корабли нафиг пофиг вся договоренность то что я не захватываю город он не строит корабль ну вот прикиньте эту тюрьме реально надо на египет опять идти они против сиама действовать классно вот просто до ровном месте есть ты мне готов дать гарантии то что что хочешь ну серьезно я не понимаю вот о чем с тобой можно разговаривать следствие класс ой господи нафиг вот конечно ужас такое это не пойти предполагал что мы с тобой воевать больше никогда не будем это такая договоренность была больше мы тебя никогда не воюем была конкретная договоренность что ты не строишь морские юниты мы об этом столь договариваешь город в тот мобиль то есть мне вообще никогда его захватывать нельзя слушай ну ты странный такой человек вот и хочешь захватывать да и ты нарушаешь договоренность ты строишь морские ты захватываешь город а я его сейчас не захватываю сириус блин так я еще и не построил слушай ну ты не знаю ты в институте учился у тебя был предмет логика вообще элементарная просто элементарная логика я не знаю кому ты сейчас пытаешься доказать свою право если себе то молодец ты прав если мне то ну ты нарушаешь договоренность ты строишь ну собственно вы видите на экране что я не нападаю на него то есть три кавалерии там тушишь будущее время вообще тоже в том что ты говоришь ты строишь юниты это время настоящее они у тебя будут эти сейчас морские юниты ты сам и сам договорился на эту вот на этот контракт хочешь нарушите могу сделать но ты нарушишь его такая это как как ты сам считаешь я не знаю чем ты пытаешься убедить я не считают нарушение поскольку ты меня не считаешь что я не павелся чем ты хочешь мне готов дать гарантии вот ответить вопрос что ты на меня не пойдешь войну почему я ему должен гарантии давать sirius ну просто это ты извини это уже просто вот даже вне игры это это откровенно нечестно вот так гарантии ты хочешь договориться я тебе не были каких гарантий давать давай вот просто закончим этот разговор хочешь что не знаю чего ты от меня хочешь я не буду тебе помогать выигрывать игру если я захочу на тебя напасть я на тебя нападу ну то есть он ты он знаете требует от меня гарантии не нападения под видом того что он нарушит договор просто лучше вдвоем прям пытается ты сейчас понимаешь вот ты просто подставляешь меня то есть я как дебил согласился с тобой на контракт и сейчас можешь настроить подлодок прийти встать во всех местах прийти во всех местах где у меня ходят караваны их поставить потому что у нас с тобой оборонка и получается что я лох потому что не вынес твой город даже не пытался потому что я с тобой договорился об этом что ты не будешь не ходить их построить и поставишь их там и получается что я ну реально вот тебе вообще нельзя не буду с тобой не надо вообще никогда договариваться ни о чем я вот и об этом и говорил в середине игры потому что ты всегда упорно ну ты сам договорился на этот на этот договор вы предполагали меня нет и морских юнитов в тот момент эти не сношу этот город ты не строишь я тебе вы не сношу потому что ты их не строишь морские юниты ты логику понимаешь вообще не просто логика логика в договорах это ты путаешь причину и следствие я не сношу город и ты в нем не строишь морский я его поэтому и не сношу что ты в нем не строишь морские юниты блин если бы ты не строил морские юниты не договорились меня я бы его снес просто не хочу тебе быть чтобы у тебя был морской город ну по-моему логично то есть просто грубо говоря египтянин считает что я на него сейчас буду нападать такое ощущение что он просто всегда постоянно считать в течение всей игры что я только на него и собираюсь нападать хотя вы видите где моя армия находится где у меня юниты Он увидел три кавалерии То есть вот в этот период Сейчас, подождите, остановлю Да, все-таки Египет победил в этой В мировой выставке И он получает плюс 100% К культуре на 20 ходов Это очень круто А социальную политику и 500 очков К золотому веку Получаю и он, и я, и Сиам Вот так тут, такие награды То есть получается Вот ему почему-то Надо на меня именно попасть Он почему-то считает, что я здесь Главная угроза именно для него И поэтому он хочет Этот договор нарушить Потому что ему нужны подводные лодки Ты там долго еще собираешься Нужны подводные лодки Чтобы ядерные ракеты с них пускать Он иначе не может Переиграли от того, что я говорил Иначе не может в меня ядерные ракеты Бросать Просто завтра рано вставать Зачем-то Зачем-то Под видом того, что, мол, я нарушаю договор А не он Вот это сделать Хотя я до сих пор Я вот сейчас смотрю игру Ты, конечно, начал приближаться Но я дальше не вижу прогресса Я вижу, что тут Сиам Не гляди, то я уже скоро В истребителя выйду Лидер В любом случае Я, наверное, кстати Будем дальше до стрелоса Я, наверное, и не спешил Ставить поселенца на уран Потому что Думая, что Думая, что Сиам тут В лидерах И Пока мне тут уран не нужен особо Хотя, честно говоря, надо было бы Поспешить Ну, это, конечно Прикол Страны Египта Он сейчас Ты сейчас у меня будешь город забирать Поэтому я строю На, сразу же Поэтому я строю Подводные лодки Ну и мне приходится Идти В ядерное оружие Очевидно, тоже Хотя, опять же У меня тут нету Какого-то плана Определенно Я даже Не понимаю Как Три кавалерии Рядом с городом Могут Я думаю, тебе это Выгодно Означать Что я Нападаю На Египет Ты же понимаешь На кого это Подвисит? Ну, похоже Похоже Сиам там Дает Египту Уран уже Как раз Класс Нет, пока не понимаю Да что Он вышел Он вышел в атомные Подводные лодки Он хочет взять Уран Чтобы на меня Кинуть ядерную ракету Что-то непонятное Ну, разве тебе Это не выгодно? Конечно, ему выгодно Что сильно? Не сильно А потом уверен Ну, сам посчитай На кого мне Выгоднее Вбросить Подумай Почему Вы мне Можете объяснить В комментариях Почему ему Выгоднее На меня бросать Ядерку А не на Сиам Например В чем тут Выгода Ну То есть Вопрос Невозможности Договориться То есть В течение всей игры Постоянно Тут Египтя Меня обманывал Да, Сириус Верить тебе Вообще Ни в одну Как Как Лоха Как всегда В очередной раз Напомнись Как ты меня обманул Или как это назвал Щелчок Понял Что ты назвал Ну, давай Давай Ладно, я понял Что ты Идешь на меня Войной Блин Что тут Нужно говорить Я иду Это Знаете, как в этом Виженом парке Было Когда запретили Ой, как хорошо То, что караванчик Перестал бегать Охотиться на Оленей И там Только Если они сами Нападают Крикнуть Что Олень на тебя Нападает И тогда Его Отстреливать Так и здесь Тут Главное Сказать Что Я иду На нему Войну И Можно Можно Сегодня Ну Есть Реальный Египет Не прав В этой ситуации Даже Стратегически Давая Возможность Сиамы Будем делать Или как Да, я же Сиамы Потому что Даже Тут Осталось Не знаю Максим Сколько играет Час Еще Или два Кажется Терманят Снова Отправлять Ну вот Клаузи Вица Уже Можно Принимать Конечно Сила Юнитов Увеличивается На 25 Ходов Как раз Сейчас Похоже Так Скоро Я уже Выйду В этот Истребитель И ты Уже Не будешь Так Меня Бомбить Самолетами Предложение А где мои Кстати Линкоры Почуя Ими Ничего Не Дергай Сердце Серьезно А где Линкоры Потом Дальше Будет Еще Чуть Когда Уже Будут Истребители У Истребители Стелса Один Ход Субмарина В Элефантине А в Вильнюсе Подогнал Даже Не Даже Не Смотрю Вот Серьезно Чем Я Сейчас Заня Что Я Тут Рассматриваю Так 194 Хода У него Есть Видите Он Сроит Как У Нас Вот Зачем Я Ему Защитный Пак Хотел В течение Все Игры Не Принимать Никаких Защитных Пактов Он Наруш Нарушает Договор Он Может Подвести Мародер Теперь Куда Угодно Эту Подводную Лодку Потому что Я 4 Хода Не Могу На Него Нападать Защитный Пак Такие Вот Правила И Спокойно Кидать Ядерку Класс Интересно Монако Походу Меня Вообще Не Обстреливает Поверил Человеку Не Захватывал Город Ты Считаешь О Даю Денежку Ну На самом деле Мне надо Сейчас Ввести То есть Вот Где у меня Армия Находится Да Я собираюсь Нападать Оказывается На Египет Я Потому что Даже Вот Сейчас Глядя На Ситуацию Предположим Я бы Нападал На Египет Чтобы Что Я могу Только Элефантину Забрать Дальше Ну Видите Мою Армию Не знаю Я Какой Тебе Помощь Окажу У меня Нету Ни Сухопутного Ничего Все Основное Это Морские Юниты Поэтому Я собственно И не хотел Иметь Элефантину В этом Море Вот Вот Я и Расплачиваю За то Что Я не Дожал До Конца Договорился С Человеком Я знаю Где Его Можно Достать А он Кинул Получается Лучше Вход Побольше Дам Потому что Сейчас На Не Нужно При этом Он Как раз Кстати Если Сможет Захватывать Мэйго Да Он То Усилится У него То есть Я думаю Что У него Открытые Границы Сям Он Вполне Может Прибежать Туда Под Новый Карфаген Этим Заниматься Я даже Видите Не думал На него Нападать Класс Я не Я не Я не понимаю Почему Вот Он Всю Игру Именно Мне Мешал Гадил И Так Играл Ну и Естественно Нарушил Договоренность Отличная Партия Очень Приятно Играть Очевидно Ну Даже Кто-то Тихий У меня Ворует Ничего себе Очень Если Почел Сейф Или Бравим Дальше Я не могу Я уже Сейф Уже Переиграли И так Полтора часа Почти Получилось Во вторник Разавтра Никто Не может Ну Во вторник С 9 9 30 Все Смогут Я Смогу Еще С нами С нами Ну Вора Конечно Может быть Сможет Сейчас Продавить У нее Тут Два Парашютиста На горизонте Появились Ну Мне Нужны Я Не знаю Кстати Мне бы Тоже В Парашютисты Выйти Очевидно Что Египет Бросает Ядерку И Возможно Даже И Парашютистами Будет Высаживаться Че Мне тут Защищать Но у меня С другой стороны У меня Морские Юниты Как бы Меня Явно На море У меня Преимущество Я могу Все эти Города Обратно Отбивать Парашютистами Так же Как и Экскромами В первой Половине Ходить Да Ну Правило Что Парашютистами Икскромами Высаживаться Высаживаться Можно только В первой Половине Таймера Ну Легально Все Уже На работу Завтра Как У нас И вот Я Винус Не контролирую Потому что Подлодки Могут И Под Под Льдом Проплывать Так А война Я так понимаю Ну Давай Я даю тебе Один ход Если На 94 Ход Можно объявлять А ты Не сможешь Взять Не Разве Что Если Ты Не знаю Высадишь Шесть Парашютистов Насколько Так Че Ара Ты Можешь Во вторник Во вторник Не знаю Наверное Ты Серьеза Ваши Никак Завтра Я Возвращаюсь Домой Где-то 23 45 То есть Если Только Так Ж Вот Собраться Нормально По-моему Можем Так Собраться Мне Возможно Хватит Ну Давай Туда Сейв Следующий Ход Как начнется Сделаем Сейв Ну Вы Там Повоюете Как Сейчас Ходите Потом Сейв Так Оно Ничего Не дает В тот Раз Тоже Все Также Сделали Я А Когда Сегодня Сейв Загрузили Я Снова Ходил Следующий Ход Следующий Ход Загрузили Полностью Загрузил Следующий Ход Какая разница Что это Даст Ничего Да Мы можем Просрать Один Ход Так Бывает Так Что Доходить Ну В пятой Циве Я вспомнил Да Там Действительно При загрузке Сейва Когда загружаешь Сейв Внезапно Проходит Целый Ход Поэтому Лучше Походить Юнитами Тогда Если Следующий Ход Начнется Получается Что вы Юнитами Не потеряете Ход Вот Это Обсуждается Поэтому Сейчас Будет Мы Походим Юнитами И Будет Делаться Сейв На этом Так Это Голосование За Дипломатическую Я Походил За Дипломатическую Победу Тут По правилам Можно Голосовать Только За Самого Себя За Никого Не За Никого Другого Нельзя Чтобы Случайно Победа Не Появилась Ой Случайно Мистер Мне Может Кто-то Золотом Помочь Кто Желает На Постребителей Вместо Рыбацкой Водки Походил Пулеметчиком Пулеметной Ротой В общем Мне бы Проект Манхэттен Построить Я не знаю Я Вот мне Непонятно В этой серии Почему я Действительно Затормозил И до сих Пор Не ставлю Город На уран У меня Нет урана И я Хотя у меня Есть Где его Получить Где город Поставить Но я Знаете Забил И просто Чего-то Жду Не знаю Что Уран Сам Откуда-то Появится Что там Не пробивают Мои Перехватил Кого-то Перехватываешь Треплана Кавалерия Сверху Плавает Бессмысленно Немного Блин Монако Слишком Большое Видит Далеко Кстати Усталости От войны Тут по-моему Нету В пятой циве Можно Хоть всю Игру Воевать Это никак Не скажется На счастье Кстати Я не вижу Чтобы я Как-то Особо И к войне Готовился Так Защитный Пакт С Голландией На 101 На 93 С Египтом А что там Было На 206 Наверное Научный Договор С Голландией Был Желательно Чтобы Голландия Дожила До 206 Хода И Какую-то Науку Получил За деньги Которые Потратил Но я Не контролирую Сверху Вильнюс Честно говоря Отлично Ну Хошу В Олефантине Он построит Ну Уже Построил Скорее Все Просто Ее не видно Они Подводные Лодки Они не видны Они видны Только если На соседней Клетке Находится Юнит Но в Вильнюсе Он Тоже Может Строить И Выводить Через Зиму Я имею ввиду Через Льды Странно Странно Бомберы Бомберы Показывает Ну Опять же Тоже Они У него Где-то Где-то Бомберов У него Побольше Должно Быть А не По одному Мне Зрители Предлагают Караван Пустить Клёш Что Тот Не Обижался Самое Время Да Все Наверное Уже Можно Можно Сейв Делать Сразу Сейчас Будет Перепригиваем На загрузку Сейва Я там Буду Много Говорить Не Воевать Вообще Объяви Ты мне Войну Через Четыре Хода Какая Разница Мы Что С тобой Не Воюем Договоренность Конкретно Была Я Нет Морские Юниты Ты построил Да Ядерная Подводная Лодка Плавает И ты Еще Ядерную Ракету Строишь Она У меня В моем Городе Стоит Не Хочу Этот Город Стоял Чтобы Ты Не Напал На Меня Ядерными Ракетами В итоге Я Вот Это Имею Я Лох Конечно Я Лох Это Один В один Вот Зачем Я Слушаю Тебя Вообще Расскажи Зачем Что ты Будешь Говорить Какие Предложения Высказывать Одну Договоренность С тобой Одну Сделал И ты В итоге Все равно Меня Подставил И Рассказываешь Ты же На меня Нападать Собирай А что Я с тобой Воевать Не должен Что ли Теперь Из-за Твоей Договоренности Я не должен Воевать Должен Тебя Дать Улететь В космос Или Что Договоренности Было Ты Не захватываешь Город Ты Я Город Захватил Ты Будешь Захватывать Когда Мы Заключаем Я Должен Был Объявить Войну Под видом Того Что Ты Будешь Строить Лодку Да Интересно Как На Вот Ты Хочешь Это Делать Поэтому Я Объявляю Войну Что Типа Подобного Было Бы И Он Мне Тоже Тут Говорит Ты Хочешь Естественно Когда Нибудь Мы Воевали То Знаете Такое Ущение Что Он Говорит Договоренность Чтобы Навсегда Не Воевать Нет Конечно Я Просто Не захватывал Тот Город Именно Для Того Чтобы Он Если Он Не Строит Морские Юниты То У меня Как бы И захватывать Тот Город Нет Смысла Но Он Обманул Естественно Он Все равно Там Когда Он Сея Чувствует Уверенно Он Начинает Там Строить Морские Юниты И Вот Чего Он Ожидает Почему Я должен С ним О чем То Договариваться Вполне Я Вполне Ся Четырехлетнего Понимаю Четырехлетней Давности Ух ты Роттердам Падает Или Это Он Наоборот Отбил Его Обратно Не Пойму На Еще Критиаро Спасибо Что Уран Дал Египту Я Могу Тебе Дать Да Только У меня Не Построен Манхэттен У него Построен Ты Все равно Не Выпустишь Оттуда Ему Один Ход Нужен И Все Один Ход Чтоб Долететь До Моей Столицы Ракеты Да Надо В смысле Один Ход Ну Один Ход Ну Блин Как тебе Объяснить А Я Понял Понял Надо было Забирать Тот Город Не Не Верить Ничему Просто Ну Упарываться И забирать Лефантину Не Заключать Мир Пока Лефантина Стоит Кто Кто Знал Ну Как бы Я думал Там Стратег Играет А Не Упор А Тебе Мирные Переговоры Уже Вообще Не Упор А А Чукатя Скажи Такое Ты До Какого Хода У тебя Там Защитный Пакт С Египтом Что Там До Хера Как То То Ты Не Хочешь Посмотрите Конкретную Цифру Сказать 209 17 Ходов Еще То есть Он С ним Заключил Понятно То есть Египет Конкретно Заключил Защитный Пакт С Сиамом Чтобы Еще И на Меня Нападать Интересно Ну Посмотрим Посмотрим Я Я Все Давно Не Понимаю Смысл Этой Войны Вот Так Вот Ну Ладно Что Тут Обсуждать Уже Уже Свершилось Не Ну А Синешься Это В рамках Той же Договоренности Я подумал Что Это Ну Это Не В рамках Той Договоренности Это На Тон Согласился Давай Какое Нибудь Денежное Предложение Не Кинь Издеваешься Не Ну У меня Армия Большая Это Я Несомненно Несомненно С помощью Атомного Оружия Он Может Мне Города И убить И захватить Ну Победить Не Верю Просто Не Верю Ну И тут Я Еще Сам Виноват Что Видите Уран Нифига То есть И проект Манхэттен Я не знаю А почему Я не строил Проект Манхэттен В чем Идея Типа Я решил Что тут Не будет Войны На ядерном Оружии Что Или Как Это Причем Два Автократа В игре А так Как я Автократ То у меня Щекать Урана Будет Дофига По идее Должно Быть Не знаю Вот Это Как-то Необъяснимо Чуть Не убил Необъяснимо Что Не Причем Я вышел Как бы И в уран Довольно Быстрый Вот Атомное Оружие Но Не проект Манхэттен Не строил Не Слушай А мы с тобой Сечем В 194 Да Можем Убивить Войну Другу Там Будет Написано Когда Закончился Так Нового Лидера Опять Опять Дипломатическое Убили Моего Шпиона Где-то Жаль Ну Оставляю А нет Не оставляю Надо бы Оставлять Один ход Для Подводной лодки Если там Чужая подводная лодка Подплывает Чтобы я мог Выстрелить Странно у меня Этот Авианосец Только С одним Самолетиком Не долетает Не хватает Дальности Чтобы Перебросить Блин Господи Я по одной Клетке Буду Проверять А вон У меня Еще О Сюда Надо Чтобы проверить Чей союзник Прага Потому что Если он Союзник Египта То он По идее Тут должен Все видеть Ну И я Перебрасываю Самолеты На авианосца Потому что Если Ядерка В город Попадет То там Все самолеты Умрут Без Бомбоубежище А у меня Бомбоубежищ Нет Блин Вот Реально Такая Беспонтовая Война Благодаря Египту На ровном месте И вот Все Чего я Собственно Боялся Всю игру Что он Сделает Ради чего Я хотел Захватывать Этот город Он именно Это и Делает Ничего Удивительного Надо просто Было Это важный Город Лефантин Его надо было Сбирать Не давать ему На побережье Ставить города В отличие От пятерки От шестерки Точнее Тут нету Этих Гаваней Которые Ты можешь Город Где угодно Поставить Потом Гавань Бахнуть И Вперед Там Морские Юниты Делать Тут Именно Город Надо На побережье Ставить Именно Его Надо Захватывать Да Прошу Чистый Конечно Нужно Не знаю У меня Выглядит Тоже Мощно Не знаю Сколько Там Правда Урана Ну Защитный Пакт Зачем Ты Сиам Конечно Ну Вообще Сиаму Пофигу Сиаму Как раз Очень Круто Что Египет Со мной Воевать Будет Блин А Вы Не были Союзниками Я Не заметил Так Прага Вроде Не Союзник Египта Так Куда У меня Бегают Я Вот Катя Не помню Опять же В пятой Циве Если Объявляешь Войну Ну Или Тебе Союзник Города Государства Объявляет Войну Караваны Теряются Или Они Просто Ты их Заново Куда-то Отправили Наверное Все-таки Заново Просто Не надо Будет Новое Делать Так Денег Много У меня Содержание Есть Ой А что Я сейчас Удалил Блин Не обратил Внимания Да Конечно Если он Засветит Мои авианосцы То моим Самолетикам Ханай Авианосцы Убиваются Намного Проще Чем Города Для того Чтобы там В городах Убить Самолеты Надо Ядерку Бросать А Авианосец Очень Быстро Упадет К сожалению А вот и Защитный Пакт Закончился Ну Леш Мы этим Ходом Можем Воевать Или Следующим Напомни Пожалуйста Ну Тебе Высветилась Табличка Что Защитный Пакт Завершен Да Значит Этим Можем Все Стоят Ждут Защитный Пакт Хочет Не Я В отличие От Сиам Асим Не буду Защитный Пакт Заключать Ну Объясняю Тут Он Через Порядок Играет То есть Он Улетит По Науке Ему Нельзя Давать Расслабляться Но Воевать С ним Тоже Кэш Не Очень Есть Желание Большое Но Так Чтобы Уже Не было Пошло Соблазна Ничего Вот так Я Акшем Пошел Ты жив Повеселее Да Правда Не знаю Как Мне Ну Наверное Стоит Обстреливать Или Фантину Самолетиками Это Я Подставляю Чтобы Он Видел Корабль Мой Больно Треть Треть Ну Можно Убрать Кораблик Да То есть Он Обстрелял Бомберами Ну Три Три Было Выстрела Да Он Подлодку Мою Видит Он Выплыл Засветить Подлодки Одну Убил Перехватили У меня Бомберы Еще один Перехватили Видите Уничтожаются Бомберы Еще один Боже Я Три Бомбера Потерял Только что Чуть Не долетает Ну В принципе Наверное Берется Город Так Ну На этой Тревожной Ноте Наверное Я буду Заканчивать Эту серию Спонсоры Продолжения Могут Посмотреть Прямо Сейчас Для всех Остальных Продолжение Появится Завтра Спасибо Что смотрите Этот Ретро ФФА Сериал Напоминаю Ему Четыре с Половиной Года Был Записан В 2016 Году Весной Это В честь Десятилетия Пятой Цивы На этом Все Играйте В умные Игры И Всем Пока Ого там Или Фантин Разваливается Жотко Что у вас там происходит Мясорубка А что ты будешь Потом с Лешей Делывать Я вас опять Дослышу Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто сделал Это видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На которые Вы видите Сейчас На своем Экране Играйте В умные И всем Пока